Календарь автомобильной истории Сегодня вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 20 июня. 20 июня 1860 года в Шотландии родился Александр Уинтон, будущий пионер американского автомобилестроения. Свой первый экипаж с бензиновым двигателем он построил в 1896 году, а в 1897 году основал Винтон Мотор Карридж Компани, и чтобы доказать жизнеспособность своих моделей, отправил одну из них в увенчавшийся успехом автопробег по маршруту Кливленд-Нью-Йорк. В этот день в 1879 году родился Адольф Кегрес, французский инженер, механик и изобретатель. Долгое время он работал в России, где изобрел полугусеничный движитель для движения автомобиля по рыхлому снегу. Где же еще как не в России изобрести такой механизм? Был техником в моторном отделе, заводы фирмы Леснер, затем техническим директором императорского гаража в Царском селе и личным шофером Николая II. После февральской революции Кегрес вернулся на родину, где сотрудничал с компанией Ситроен. В память об изобретателе мягкие гусеницы именуются Кегресами. 20 июня 1904 года в Гамбурге чертова дюжина автоклубов Европы и Америки основала Международную Автомобильную Федерацию. ФИА. Советский автомотоклуб присоединился к организации 15 октября 1956 года. 20 июня 1911 года в швабском городе Фрайбурге в семье состоятельного пивовара родился Пауль Пич, германский автогонщик и книгоиздатель, основатель первого германского автомобильного журнала Automotor und Sport, первый из гонщиков Формулы-1, достигший 100-летнего возраста. 20 июня 1916 года зарегистрировано Товарищество автомобильного московского общества АМО, директором правления которого стал Сергей Павлович Рябушинский. 20 июня 1945 года в Уганде родился кенийский гонщик Шекхар Мехта. С 1973 по 80-е годы он пять раз выигрывал знаменитое африканское ралли Сафари. Это абсолютно рекорд. 1997 года президент раллийного комитета Федерации автоспорта. 20 июня 1997 года в подмосковных Люберцах проходил первый в России открытый аукцион по продаже легковых автомобилей иностранного производства, которые находятся на балансе федеральных органов власти. Так начиналась организованная первым вице-премьером Российской Федерации Борисом Немцовым компания по пересадке правительственных чиновников на отечественные автомобили. Но, как мы с вами видим сейчас, эта громкая кампания завершилась практически ничем. 20 июня 2008 года в Черкасах, Украина, введено в эксплуатацию автомобилестроительное предприятие новейший автомобильный завод Богдан, располагающий полным производственным циклом, включая сварку, окраску и сборку. Завод входит в корпорацию Богдан. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск Календаря. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, как вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра! Субтитры создавал DimaTorzok